Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 403. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. 18 января 2017 года. Вчера как раз составили ролик о том, чтобы люди готовились к смерти. Отсюда много говорят, кто-то где-то погиб на дорогах, на море, на самолете разбились. И нигде о Боге-то не говорят, о спасении во Христе. Был, и вот они все растерянные, не верятся, плащат, стоят. А видно, что на пустом месте. Это все объяснимо, язычники, у них будущего нет никакого. Но тут подсуетился митрополит, и уже кадилом гремят. Вот это самое позорное-то. Обмерщенная церковь, в дребезги. Лидия Иванченко, уважаемый Игнатий Тихонович, не оставьте, пожалуйста, без ответа мой вопрос. У меня умерла сватья. Сватья? Сватья. Ну, может быть, сватья все же. Я не знаю. Честное слово, не знаю. Ну, прямо выворачивает слова прямо как-то. Сватья. Несколько сватьев. Ее мама живет в другом городе с сыном. Мы сообщили сыну о случившемся, но он не разрешает говорить об этом матери и сам не говорит. Складывается такая ситуация. Мы молимся за упокой, а мать каждый день за здравие. Это так можно? Спаси Христос. Ответ. Не переживайте. Не это теперь главное. Время сгладит это недоразумение. Время сгладит это недоразумение. Откуда ты? Ты сам тире вставляешь все. То есть, время изобретает что-то. Время сгладит это недоразумение. Здесь нет знаков никаких. Дальше. Заботьтесь о своей душе. Огромное спасибо ответ. Считай, что она говорит. Лидия Иванченко. Почему ты бросаешь это? Лидия Иванченко. Огромное спасибо. Даниил Андреевский. Здравствуйте, уважаемый Игнатий Тихонович. Пишу мы с Казахстана, города Алматы. Постоянный ваш считатель, а также подписан у вас в Ютубе. Очень нравится смотреть про Потеряевку, как вы ее поднимаете с нуля и радеете за людей, проживающих там. У меня к вам немного нестандартный вопрос. Вопрос. Но он знаки припинания не ставит, как я. Я тут не знаю как. Последнюю неделю тревожит такой вопрос. Сам не пойму, откуда он в моей голове. Мне кажется, что жизнь простых людей, то есть среднестатистических, бедных, простых родственников, работяг, семьянинов, людей, от которых ничего и никто не зависит, ничем не выделяющихся, неинтересно Богу. Читая книги, примеры даже в греческой мифологии или римской, Боги любили героев, богатых, царей и избранных, а простым места не было. И самое интересное, нигде не пишут о чудесах и явлениях, явившихся простым людям. Рыбакам, дворникам, трусам или кухаркам. Везде знатные, сильные и уважаемые, так сказать, цвет нации, а не мусор. И вот думаю, Богу интереснее наблюдать за такими людьми, которые управляют какие-нибудь принцы или олигархи, и их дети-суперзвезды, и необыкновенные наделенные силой люди. Как нам быть простым, подскажите? Вот такой вопрос. Не знаю, откуда он возник, мне 31 год. Жду ответа. С уважением, Прокопенко Даниил. Игла. Первая коринфянам 1.26. Посмотри. Что значит, это Игла? Игнатий Лапкин. Это кратко я писал на мешках с картошкой, так закрепилось. Ну, у вас просто где-то Игнатий Лапкин написано, где-то Игла. Я читаю по факту. Вот это что, Игла? Ну, ты поясняй тогда, чтобы что понятно было. Они-то не понимают, люди этого. Тебе надо пояснить, что такое Игла означает? Ты знаешь, нет? Я просто говорю, у вас где-то написано Игнатий Лапкин, где-то Игла. Я читаю. Там Игнатий Лапкин, тут написано Игла. Читай, Игла. Ну, что ты тут мудрить-то? Первый раз. Он даже не знает этого. Тут не трудно расшифровывать? Я в краткости пишу это. Первая коринфянам 1.26. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных. Он говорит, принцы, там то другое, мифология. Не считай мифологию. Считай Слово Божие. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных. Где олигархи? Но? Немного благородных. Но Бог избрал немудрое миро, чтобы постромить мудрых. Ох. И немощное миро избрал Бог, чтобы постромить сильное. И незнатное миро и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Званиями какими-то олигархи. Вот они разбились сейчас у самолета-то. И там гробы, и все, все, все. И плачет, и плачет. Они полностью растеряны, не ожидал. Он такой талантливый, он такой хороший. Все земное. Земное кончилось. Через год уже даже не вспомнится. Уже и черви, и одежду съедят, и все. Златоуз говорит, когда копает, на богилу отдохнемся. Распредели, где тут принц был, где князь, где простой. А там вечность, душа. Кто выше? Второе Коринфянам 4.7. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. То есть, внешне, да. А что внутри? Что под этой книгой бывает? Корочка там истрепана. А то внутри содержание-то, посмотри. Деяние 4.13. Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись между тем, узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоявшего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Простые видят, кто они такие? Исайя 26.5. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Ну да кто выше-то? Стопы нищих попирает всех этих богатых, князей, все. Когда нападение какое-то или что-то, он знатный какой, ему больше достается, с него все это обзыскивается. Так еще вечность есть, целая вечность. Там как будет. Исайя 29.14. То вот, я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Все, философия, доктора, все, ничего этого не будет. Кандидаты там. Матфея 11.25. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, Славлю тебя, Отче Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Совсем ничего не знают люди, но они более важны. Вот к нам приезжает потеряевка человек, которого никаких нету высших образований. Высшее. Высшее это смешное название. Высшее образование. Куда выше это? Он ничего еще не знает. А этот все может делать. Всякие инструменты у него, пилит, режет, паяет. Все может. А другой пишет, у меня два высших образования, но я ничего не умею делать. Гвоздь забить идет к соседу. Вот тебе и олигархи. Грабители, разбойники, кровопийцы. Матфея 4.18.22. Проходя же близ моря Галилейского, он и видел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Рыболовы, починивающих сети, рваные сети только. Кого избрал Бог? Апостолы. Тех, которые были богатые, знатные. Ни одного человека нигде даже не знаем. А этих на всех языках мира знают. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Мнение надо знать не людей, кого президент избирает в советнике, ничего не разбираясь в жизни, а кого Бог избирает. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке Заведеев отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. Так еще рыбаков взял. Да рыбак ниже-то некуда. Ниже только, ну, кто, да и как, христианин им ураин, один поле обрабатывает, другое море. И они тотчас, оставив лодку, и отца своего, последовали за ним. Вот так. Матфея 9.9. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за ним. Подошел и говорит, следуй за Мною. То ли ты не воображаешь, что ли. Маленько не так мог сказать. Сколько вариаций. Мне нужно сейчас вот здесь вот зарядить, слово найти. Так. Населится город. Населит город. Дальше. Город. Даже мне хочется показать, а заранее это не припомнил. Так. Дальше что говорит? Ибо от одного разумного населится город. Так. Призывай. Где-то такое по-другому сказано. Так. Так. Какое же там? Построится город. Ну-ка, где слово построится? Построится или как-то созиждется? Сейчас не помню. Подожди-ка. Мудрость книжная. Теперь что? А вот начинаем. Тридцать девять. Прочитаем немножко. Это очень даже полезно. Мудрость книжная. Это мы читаем Сирахов. Двадцать девятая глава. Двадцать четвертый стих. Тридцать девятая глава. Двадцать четвертый стих. Мудрость книжная. Приобретается благоприятное время досуга. И кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Мало. То есть занимается, отработал ее. Я когда обратился к Богу, у меня мысль была только одна, чтобы работать, и ум был не занятый. Алло, работай, что там? Тиши, вставляй двери, крой крыши. А сам в это время вспоминай стихи божественного писания. И дальше. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и у которого разговор только о молодых валах. Как будто бы уничижает. Тот-то знает, а этот не знает. А дальше что? Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды и забота его о корме для телиц. Ну понятно, сено накосить надо. Так и всякие плотники, зодчие, которые проводят ночь, как день, кто занимается резьбою, того прилежания в том, чтобы разнообразить форму. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, и забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Так и ковач, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром от печи борется он. Звук молота оглушать его слух. Сделается глухой. И глаза его стремлены на модель сосуда. Сердце его стремлено на окончание дела, и попечение его о том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо. А то есть еще и электричества не было. Который постоянно в заботе о деле своем, и у которого исчислена вся работа его. Рукою своей он дает форму глини, а ногами умягчает ее жесткость. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить и печь. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся, и не будут жить в нем. То есть без них ничего нет, это главное. Самый простой, это обыкновенный колхозник, крестьянин. Не будет еще, и все в течение двух-трех дней, недели ничего нету. Какие запасы-то? И однако же они в собрания не приглашаются, на судейском седалище не сидят, и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания и осуждения, и не занимаются притчами, но поддерживают быть житейский, и молитвы их об успехе художества их. Вот конкретно мы сейчас увидели, что это. Вот вам ответ. Теперь глянуть на наши ресурсы. Какие? Ну вот, мой мир. Вот как здесь выгружу я в шапке, и вот здесь вверху показана почта, где заходите. Второе, это православный форум. Меня атакуют роботы. Как прорвало их сейчас? Как-то их блокировал, Сергей Козлов парализованный, там вдруг что-то сейчас прорвало, штук по 20 каждый день, они флудом занимаются, представляют, что попало? Роботы, не люди. Как от них избавиться закрыть, не знаю. И там у нас поставлен пароль, через пароль перелазят. Ну, православный видеоканал, это очень большой у нас канал, где-то 6,5 тысяч роликов. Мы показываем все в нашей жизни. Видите, какие? Вот вчера мы поставили внезапная смерть. Не будем бояться говорить о смерти и воскресении. Вот обязательно этот посмотрите. Ну и дальше у нас во свете Библии, православный библейский сайт. И сейчас мы проходим, какой у нас здесь... Какой проходим сейчас мы? Церковь. А церковь, последний, 25-й. Вопросы. Эти вопросы... Это сейчас я закрою отдельно туда, чтобы не мешалось. Вот она какая. Считай. Первый том открытым оком. Вопрос 121. Русская православная церковь за границей называется свободной. Как правоприемница до революционной церкви. Но церковь разве была свободна от светской царской власти? Или термин свободная относится к другому? То есть это вопросы, которые мне задавали в институтах, университетах, по радио, где я преподавание вел. Ответ. Русская православная церковь никогда не была свободной. Ни при царе, ни при коммунистах, ни при демократах. Зарубежная церковь называет себя свободной и имеет в виду, что была свободна от сталинского режима и от коммунистического насилия. Но свобода ее и за рубежом была весьма относительна. Понимаете, тот вопрос задай, который священники, они никогда так не будут ответить. Они, нет, мы были там свободны. Я был в Америке, ездил, видел. И знаю историю. Пусть зарубежные священники пробудятся, на первое место в своей деятельности проставят проповедь, как американские сектанты в России и католические ксензы. Тогда они познают в течение одной недели, что есть западная свобода и какую узду наденут на них в Италии и других странах. А так как они ограничивают свою деятельность одним храмовым богослужением, то они не страшны и никому не нужны. Они никого не трогают и они свободны в своем ничего не делании, глубочайшем молчании и затворничестве. Это рабство, ограниченность рамками традиции, считают свободой. Свобода во Христе это свобода духа в распространении евангельской вести всем и повсюду, даже до смерти. Про несвободу в синодальной церкви в России и говорить неприлично. Гришко Распутин мог вмешиваться в постановку епископов. Царь назначал епископов, синод только утверждал, травили старобрядцев, а это значит травили всех своих предков, уже отошедших из этой жизни в их лицо. Не обличали царя и доигрались в послушание монарху, что сами загремели по лагерям смерти и царя погубили своим подхалимажем. И более всего удивительно, что Иоанн Кронштадтский, громивший Льва Толстого и революционеров, ни слова ни разу не сказал обличение царю. Вопрос 122. Первый том, первый том же открытым оком. Сегодня пришлось беседовать с одним из сторонников отца Михаила Капранова, настоятель Никольского храма города Барнаула Московской Патриархии. Он говорит, что во многом согласен с вами, но считает, что вы вносите смуту среди прихожан своим обличением. К чему, что ему отвечать на это? Ответ. Когда он заболеет, и тем более смертный час, тогда он скажет более этого. Мне передали прощальные слова митрополита Гедеона Новосибирского, когда он уезжал. Между прочим, Потом Ставропольский митрополит Докукин. Между прочим, он сказал, служил я здесь тринадцать лет, и был у меня только один человек, который говорил всегда мне правду в глаза и назвал меня. Передайте отцу Михаилу от меня. Дай-то Бог, чтобы вы при жизни поняли, кто вас любит. А я не только не согласен с вами, но могу сказать вместе с Иовом, 27,5. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Доколе не умру, не уступлю в непорочности моей. Это интересно, как сын его, и там кто поднимались, тут один священник сидел, умер ли сын, где-то 30 с лишним лет умер, и отец Михаил, он моложе меня, тоже давно уже умер. До 60 лет никто не доживает. Так, пригласите их на занятия, дайте почитать свои конспекты. Без насилия над своей душой они не смогут не согласиться, что вся правда открыта в Священном Писании, и оно есть наивысший авторитет, а не авторитет грешного попа. Отец Михаил обольщен всем, что произошло с ним после его приезда в Барнаул. Сколько времени он пробыл на монархических выкрутасах, на пустопорожных встречах с мирскими людьми по разным комитетам и конференциям, и никогда, по слову Божию, прямо он не говорит. Научился поджимать губы, смотреть, поворачиваться, как мирское дети, дает интервью и о дружбе с Астафьевым, с женой Даниила Андреева говорит, и видно, что сам нуждается в хирургическом вмешательстве в свою неправославную веру. Полицековские интервью для МК на Алтае, это то и ужасно, что он заложник созданного им для себя, общепатриархийного имиджа, советского попа. Был Антони, епископ алтайский, захватил, подмял все и все под себя. Но вот Убер 41 год в 2001 году в июле, и новый на его место поставлен и уже в Анатонии ни слова, ни в одной газете. И так с каждым. Заключал договор с администрацией города и края о духовном возрождении и прочей глупости. Творил и сгинул навеки. У нас стоит мэр города, губернатор, никого нигде нету, все трое улыбаются, стоят, заключили союз о нравственном воспитании людей и все разошлись, ничего нету, умерли. Так и Александр Лебедь все давил и гнул без совета с кем-либо. Как его оставшийся в живых охране говорит, что не хотели лететь, а он их поставил и сказал, всю ответственность беру на себя. Грохнулся с вертолетом, в котором было 20 человек, а в землю. Его же за собой потянул на тот свет еще восьмерых человек. Вот и вся ответственность. И уже через три дня зарыли и как будто не было никогда этого табакура на этой земле. И рады-то Быковы, Бы, И рады-бы. Быковы, Быковы, он там сражался с одним, олигарх, Быков фамилия. Он просто с большой буквы написать, я не понял. И рады-быковы этому могут освободилось кресло. Дальше. Все в мире неверно, и смерть лишь одна. Верна, неизмерно верна. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненной сказке конец. Это не мои стихи. Дальше. Вопрос Блаженными называют святых монахов, блаженными называют Христа ради родивых, а также некоторых других. Все эти звания не евангельские названия, а придуманы позже, когда евангельский путь был практически забыт и отвергнут. По Евангелии блаженными называются нищие духом, плачущие, миротворцы и так далее. Смотри на горную проповедь Евангелия от Матфея 5-7 главы. Кому не нравится наше пояснение, попробуйте без предвзятости внимательно прочитать Новый Завет и найти хотя бы маленький намек на устройство монастырей и на все эти названия, принятые у православных и католиков. Исторические церкви в данном вопросе идут не просто не евангельским путем, а антиевангельским. Рассмотрите слово Еродивой по Библии 1 Коринфянам 1-18-20 Ибо слово о кресте для погибающих Еродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу Еродством проповеди спасти верующих. Это слово в Новом Завете встречается только в этих двух местах. Как можно и на каком основании вывести из этого целое учение концепцию пользы необходимости кривляния умышленного отказа от своего разума в деле следования за Христом. Это трижды бесконечно антиевангельское измышление. Библия напоминает только один раз о ее родстве, о имитации сумасшествия ради спасения временной жизни. Первое царство 21.15 Разве мало у меня сумасшедших что вы привели его чтобы он ее родствовал предо мною? Не выжили он войдет в дом мой? Это Давид с лень пускал по бороде. Напротив того слово мудрость премудрость встречается в Библии 544 раза. Вот как? Премудрость Соломона 7.28 544 раза премудрости говорится и как будто ни разу не было говорено. 544 только просчитать уже мудрый будешь. Ибо Бог никого не любит кроме живущего с премудростью. Когда говоришь да неправда Бог любит всех грешников считай никого Бог не любит кроме живущего с премудростью. Почему Соломон не молился о глупости которой у нас и без этого хватает а просил премудрости имя которое Бог. Апостол Павел в первом послании Коринфянам говорит о мнении людей язычников и иудеев которые считали проповедь о распятом плотнике из Назарета безумием 1 Коринфянам 1 18 30 Ибо Слово Кресте для погибающих у ее родства есть а для нас спасаемых сила Божия ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну где мудрец где книжник где свопросник века сего не обратил ли Бог мудрость мира сего безумия ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих ибо иудеи требуют чудес и эльны ищут мудрости а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн а для эльнов безумие для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию Христа Божию силу и Божию премудрость потому что не мудрое Божие премудрое человека и не мощное Божие сильнее человека посмотрите братья кто вы призванные немного из вас мудрых по плоти немного сильных немного благородных но Бог избрал не мудрое миро чтобы пострамить мудрых и не мощное миро избрал Бог чтобы пострамить сильное и незнатное миро и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог чтобы упразднить значащее для того чтобы никакая плод не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Написана целая книга, русские юродивые, изданная зарубежной церковью. Значит, и там этим давятся. Проиграли целую Россию, храмы, все вожделенное, а в разумление так и не пришло. Реакция на эти мои слова будет только одна. Юродивая злоба. Библия для православных и католиков стала практически самой ненавистной книгой. При богослужении читаются отрывки из Ветхого Завета, Паримии и очень часто притча 1.9. 9.1. Премудрость построила себе дом, вытесала себе семь столбов его. Православные транскрипции хотя бы один столб должны быть глупостью. Без этого никак. Будьте мудры, это призыв и благословение. Русь приняла искореженное, испорченное православие, юродивое, и только отдельные души доходили до этого и были гонимы и уничтожаемы. Равно апостольный. Кому у русских присвоены эти высокие звания? Княгиня Ольга, князь Владимир, у греков царь Константин, Кирилл и Мефодий, Нина, просветительница Грузии. Кто такие апостолы? Это сосуды Духа Святого, посланники Божии. Значение слова апостол греческий – посланник. Куда и кем послан? На проповедь Евангелия по всему миру. Что из этого было у Константина, крестившегося... Что было у этого Константина, крестившегося в смертный час? И у Ольги, или Владимира. Ничего, кроме указа провозгласить христианство в государственной религии. Никуда они не шли с проповедью, ни одного дня в жизни не прожили апостольской жизнью. Причем же это звание равноапостольный. Это название применимо только Кириллу Мефодию, и Нине, и Иннокентию, митрополиту Московскому, Стефану Пермскому, Николаю Японскому, Макаре Алтайскому Глухареву, и неведомым нам рядовым проповедникам Слова Божия. Не равноапостольным, а подражателям апостолов. Исповедники – это те, которые были арестованы, претерпели поругания, издевательства и даже пытки, но остались живы. Святыми в Библии названы все, кто веровал во Христа, принял святое крещение. Хотя по жизни и еще не достиг совершенной святости. Деяние 9.32 Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидии. Римлянам 1.7 Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодатью и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 2 Коринфянам 1.1 Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии. Я говорю, как названия были, какие были, апостол, раб Божий, все. Филиппийцам 4.21 22. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а и наипаче из кесарева дома. Святые? Уверовали? Кровью Христовой омыты. 1 Фессалоникийцам 5.26-27. Приветствуйте всех братьев, лапзанем святым. Заклинаю вас Господом прочитать все послания всем святым братьям. Да. Вопрос 124. Первое. Том открытым оком. Спрашивают слушатели воскресной школы у отца Михаила Капранова. Чего хочет достичь Игнатий Тихонович, всякий раз осуждая отца Михаила, засылать своих людей с приглашениями на свои лекции и всовывая в руки газетки. Ответ. Придет время, предсказанное пророками. Амос 8.11.13. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день и стоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Прихожане нашей Крестово-Движенской церкви города Барнаула, посещающие наши занятия, которые я веду в АГУ и ГТУ, ходили неоднократно на занятия отца Михаила, и делали сравнение того, что они слышат здесь и там. Им есть что и с чем сравнивать. У нас занятия. Полный курс. 4 года был, и сейчас 5 лет. Мы проходим толкование всего Нового Завета по Святым Отцам Православной Церкви. За это время... Не, за это время, что там, за это время? Просто дуришь, нарочно все считаешь так. Ну, что ты начинаешь здесь, как в бане, чешется сидит. Так, сейчас. Мы проходим толкование всего Нового Завета по Святым Отцам Православной Церкви за это время. Толкование, ветхозаветные книги, песть песней, противосектантские занятия около 20 тем. Учимся беседовать с разными слоями общества на основании Библии. И на каждом занятии я отвечаю на все вопросы. Вот уже 12 лет по Библии. Смысл толкования любого места священного писания. Вопросы политические, экономические, семейные, по работе, праздники, история, искусство, секты. И многое другое. За это время отвечу на более чем на 2900 вопросов. Готовится серия книг. Около 5 томов по 752 страницы. Я тогда не знал, что получится. Думал один том, а получилось 33 тома по 752 страницы. Открытым оком. Мы хотели, чтобы наши люди ходили на занятия к отцу Михаилу Капранову, а их люди к нам. Но из этого ничего путного не вышло. Наших людей отец Михаил просто вытурил за шеи. Не желая ответить ни на одну записку от них. От них. От них. Что-то заглатываешь прям слова. Когда несколько человек из его группы пришли к нам на занятия, восторгу их не было конца. Теперь они члены нашей общины. Тарасова, Лидия, Селина Галина и другие. Они сказали, уровень преподавания отца Михаила кухонный. Кухонный. Может быть кухонный все же. Или кухонный. И из года в год одно и то же. По книге Закон Божий. Монотонно и смертельно скучно. Сонное царство без священного писания. Наши люди предлагали его слушателям бесплатно материал к истинному крещению. И другие 13 материалов, которые изданы в книге к истинному православию. Я глубоко убежден, верю в это, что эти материалы будут искать согласно пророчеству Амоса. Но очевидно уже после моей смерти. Все они составлены и названы подборкой материалов на основании. Первая Библия, вторая канонна в соборов. Книга отправил. Третье. Творение святых отцов Вселенской Церкви. Четвертое. Жития святых. Они неотразимы и не повреждены никем. Неопровержимы. Неотразимы написано. Неопровержимы, считай мне как-то. А, неопровержимы никем. Даже уже указаны, если оруты по-своему. Ну зачем искажаешься, это грех. Считай дальше. А как я сказал? А как я сказал, по-другому как-то? Ну, да что говорят-то? Неповрежденные там какое-то слово. Неопровержимы. А. Но священники на глазах у своих прихожан демонстративно рвали эти материалы. Так, Еремия 36, 1-4, 21-32. Четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Еремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде, и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дни... Когда же о всех бедствиях, ну, тормознут люди, пускай просчитают, что здесь говорится. И как он этот свиток сжег, то, что он письмо написал, изрезал, в огонь бросил. Вот посмотрите, прочитайте дальше. И как из этого что получилось? Господь сразу сказал, напиши, что там он сжег и добавь к этому еще. Это так ушло. Вот они рвут, а я знаю, что на это добавят. Это сажок Иоакима, царь Иудейский, на огне. И еще прибавленных к ним, к тем словам, много подобного тем слов. Далее. Вопрос 125. У современного священства часто проявляются папские замашки. Стремление держать под единоличным контролем все общинные дела. Рулить всеми процессами, распоряжаться деньгами. Каково должно быть положение священника в общине? Каковы его полномочия? Является ли его слово решающим в принятии совместных решений? Ответ. Непонятно, кто это пишет. Член ли общины? Знает ли человек этот, задавший вопрос, что такое приход и что есть подлинная община христианская, возрожденная, живая? Кто этого различия не делает, тот и не заложил в этот вопрос всей важности дела. А только не нравится ему что-то, он и пытается сориентироваться, как бы лучше быть могло. Или это член общины, и даже, быть может, нашей крестовоздвиженской в городе Барнауле. Но и ему точно так же не нравится многое у нас, в особенности же священник наш. Отвечаясь позицией, как бы я сам был священником. И, конечно же, в настоящее общине, где люди возрождены от Духа Святого, где прихожане любят Слово Божие, осознанно идут в храм. Священник и должен быть настоящим полновластным хозяином в общине. Не говорю про приход, где ушел-пришел, пришел-ушел. И никто никого не знает. Священник – это капитан на корабле. С церковью есть корабль. 1 Петра 3.20. Он должен вникать во все дела, в отношения, разрешать спор, конфликтные ситуации выправить, показать лучший выход из тупиковой ситуации. Про деньги говорить не нужно. Они, то есть десятина прибытков наших, всего, что мы заработаем, принадлежат ему по праву от Бога. Это его законы добыча. Малахия 3.8.10. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятины приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка. Если же священник не может рулить, то он просто пассажир. Его слово, при условии, что сам он возрожденный, рожденный свыше, должно быть исполнено благодати и истины. И приправлено солью. Его слова должны ждать все. Благодарение Богу у нас в общине именно такой священник. И в нужном месте он вмешается. Примирит. 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 Скажет и твердое слово. Ситуация вообще не под полным контролем. Ему может возражать любой на основании священного писания. Если же он заносится, его повело на сторону в рассуждениях или вопросах кассы общей, то община вправе осадить его по закону. Обычно так. Или всем он руководит, давит, или безвольный наемник. Нужна золотая средина. Добрый отец в общении с детьми. Добрый друг и нянька, и врач, и кормили строгий хозяин, и тятя добрый. Вот если окно, ты кривое сделаешь, окно, такое оно будет всегда. Вот неправильно насчитал, люди будут слушать, это не один год. И все будут, меня спрашивают, Никита считает, он не выспался, или еще, что он так считает-то? Нет, там, когда вы говорили, там был вопрос, почему я сплю. Не когда я читал, а когда вы говорили, я типа спал. Ну это поспал. Ну это разное, не я читал. Ну ладно. Вопрос 126. Что вы знаете об русской православной автономной церкви? Расскажите об этом. Ответ. Суздаль, ныне в звании митрополита Валентин Русанцев, из московской патриархии, перешел в РПЦЗ. Не поладил и образовал свою отдельную автономию. Кто из них был там прав? Здесь не по Библии вопрос, а по тем материалам, какие они постоянно мне присылают. На них и сошлюсь. И как это мне видится, считаю, что отлучать ни его, ни его последователей не нужно было. Это кроме вреда ничего не принесло. Кто участвовал в его запрещении и снятии сана, потом оказались в не в лучшем положении. Для меня он такой же, как наш благочинный Войтович. Все ордена собрал еще при той власти. Но это его личное дело. Вопрос очевиден о законности его образования. Признаю его законом архиереем, хотя его запрещали одновременно и в Московской патриархии, и в РПЦ за рубежом. Тут тоже запах неоднозначный. Запрещение ничего не давали никогда. Пошел он, пусть трудится. Он много открыл храмов. Но для меня главное жизнь во Христе, проповедь и Евангелие, и жизнь в трудах многих, в бедности. Когда мы только готовились зарегистрировать нашу крестовоздвиженскую общину, то, будучи еще архимандритом, он помог запросам в местные органы. Ты считаешь община, я считаю община. А я специально заходил в интернет для этого и искал. Община только в слове, когда палата общин считается в парламенте в Британии. А в остальном случае ударение на и, на второе слово. Снять с него и с них всех запрещение. И он должен быть официально реабилитирован, как и отец Глеб Якунин. Отлучали не за грех, а за лишние непокорности тем, кто с ним поступали тоже не по ласке и не по любви. Ответ. Вопрос. 127. Что значит соборование? Во всели четыре поста надо собороваться. Что оно дает и как к нему готовиться? Идти в храм натощах или можно поесть? Ответ. Яков 5.14. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Соборованием называется это таинство. Фактически из-за двух буковок в одном месте Библии. Ов. То есть не одного призвать пресвитера, но несколько. Собрание. Собор пресвитеров. Соборование это не библейское выражение. Все, что касается этого таинства, придумано намного позже. Оформлено в определенные рамки. Ниоткуда не видно, что должно быть непременно семь пресвитеров, или заменяющий их один разъездной епископ. Главное условие не пост, а болезнь. И болезнь очень серьезная. С вызовом скорой церковной помощи на дом. Призовет, то есть через кого-то или сам, что маловероятно. Ни о каком соборовании в храме нет и речи. Все это вопреки написанному в Библии. А значит и настаивать на этом не нужно. Помолиться над ним. Не с ним, а именно над ним. То есть больной находится ниже молящегося над ним. Помазав его. Не говорится ни о том, какой член должен быть помазан. Вернее всего, чело или больное место. Не то сколько раз. Значит настаивать и на этом не нужно. Пресвитеров церкви, ни начетчиков, не имеющих рукоположения, не самоизмышленных пасторов-сектантов, протестантов, у которых нет истинного рукоположения. А значит, не может быть и ни одного таинства. Иаков 5.15 И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Непременно условие ставится исцеление болящего, его восстановление и прощение грехов. Первое условие видимое. И известным делается для всех. Второе невидимое. Прощение грехов. И здесь могут манипулировать исполнители как угодно, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Матфея 9.5 Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи? Или сказать? Встань и ходи. И что легче притворить в жизнь? Ни натощак, ни по следы. Этих слов нет. И поэтому настаивать на них никто не должен. Вопрос 128. Я еще не принял крещение и хочу спросить о десятине. Можно ли ее платить сейчас? Или же только после принятия крещения? И что такое десятина для верующего? Ответ. Левитам 27.30 Числа 18.21 Второзаконие 12.6 Второе царство 31.5 Нееме 10.37 Амос 4.4 Малахия 3.8 Сирахов 35.8 Книга Тавит 1 глава 6 стихи Десятина установления Божия, которое перешло в апостольскую церковь. В Киеве на месте гибели первомучеников Феодора и Иоанна была воздвигнута в Десятинная церковь во имя Успения Божией Матери, ставшая центром общерусского сбора церковной Десятины, пожалованной церкви святым князем Владимиром. Десятину платят и оглашенной. Она идет на содержание священства, так как оглашенные также пользуются услугами с заботой священника. Вопрос 129. Является ли зарубежная церковь раскольнической? Ответ. Вначале нужно определить, что такое раскол и от чего откалывается. Раскалывается. От какого целого? По отношению к иудеям христианство было ересью. Деяние 24.5 На Русь было принято вполне искаженное христианство, но многие его приняли как абсолютно соответствующие апостольской церкви и готовы умереть за единую букву, как протопов Аввакум за букву богослужебных книг. Если бы была такая ревность у членов кружка ревнителей, в который входил Никон и Аввакум, о чистоте перевода Библии, исходя из логики рассуждения, что все принятое на Руси из Византии было истинным, апостольским, тогда Никон и его последователи есть раскольники. Если принятое на Руси при князе Владимире было неверным, а истину обрел только Никон через своих посыльных грекам, тогда последователи старого обряда раскольники. А все святые вместе с князем Владимиром до 17 века тоже раскольники. Если бежать от гонителей не запрещено, а с отступающими войсками белогвардейцев ушли архиерей и священство, то они не раскольники, а изгнанники. Таковыми они были при погрузке на корабли и при разгрузке в зарубежье. И когда стали совершать там богослужения, и когда составили свой сенот, пусть представитель Московской Советской Патриархии скажет сегодня, в какой день и час русские изгнанники и в лице кого стали раскольниками, начиная с послания Патриарха Тихона или с Декларации Сергия. Но ни то, ни другое не определяло их статус, как положение раскольников. Значит, миф о расколе запустили и рачекисты, краснопогонные попы, отцы Звездонии по Войновичу, Сталинско-Беревская Советская Московская Патриархия, чтобы скрыть от всех, что они-то и есть самые настоящие раскольники. Московская Патриархия... Ну, попрошай правильно, чтобы слышать. Раскольники! Раскольники. Ну, прям жуешь окончание. Московская Патриархия, образованная Сталином и Берией в июле... В июле, в сентябре теперь оказалось это. Ладно, не важно. 1943 года ни по духу, ни легитимно, ни связано с Древолюционной Церковью. Двукратный собор. 15 правило. Что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах, то само и наипаче приличествует патриархам. Посему, если который пресвитер или епископ, или митрополит дерзнет отступить от общения со своим патриархом и не будет возносить имя его по определенному и установленному чину в божественном тайной действии, 15 но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол, таковому святый собор определил быть совершенно чуждо всякого священства, если только обличен будет всем беззаконии. 16. Впрочем, сие определено и утверждено тех, кои под предлогом некоторых обвинений отступают от своих предстоятелей и творят расколы и расторгают единство Церкви, ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем ради некие ереси, осужденные святыми соборами или отцами, когда то есть он проповедует ересь всенародно и учит он и открыто в Церкви, 17. Таковы, если оградят себя от общения с соглаголимым епископом, прежде соборного рассмотрения не только не подлежат положенной правилами епитемии, но и достойны чести, подобающей православным, ибо они не осудили ни епископов, ибо они осудили ни епископов, а лже-епископов и лже-учителей, и не расколом пересекли единство Церкви, но подчились охранить Церковь от расколов и разделений. Вот видите, как прошли. Мы снова возвращаемся к теме Церковь. Вот это мы прочитали только вот эту первую. Дальше. Вот это вот место снова нужно копировать. В Word открыть страничку. Поставить. И увеличить шрифт, чтобы можно было считать. Вопрос 656. Второй том открытым оком. Есть ли на земле непогрешимая Церковь? Ответ. Теоретически была только одна, и при том непогрешимая, но в адрес которой не было ни одной угрозы, ни одного упрека от Бога Христа. Откровение 3, 7, 7, 13. И ангелу филодельфийской Церкви напиши. Вот теперь это прочитайте. Вот до этого говорится. То есть большое место Писания. Ну, Библия у всех на руках есть, я поэтому оставляю ее. Ну, подпиши. Церковь непогрешима. Где? Это мы вот убрали. Снова заходим сюда. Второй вопрос. Видите, мне вопросы, которые задавали, это папка о церкви. О церкви тут все церковные вопросы постарались собрать из 33 томов. Такая работа была проделана. Напрос 672, 2 том открытым оком. Объясните, пожалуйста, что значит взятые в удел и царственное священство? Ответ. Удел, область, сфера, владение. 1 Петра 2, 9. Но вы, роды избранные, царственное священство, народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Царственное священство – это соединение двух колен, Иудина и Левиина. Таково происхождение Христа по предкам, а значит и наше. Мы одновременно являемся священниками, приносящими духовные жертвы и словословия Христу, и одновременно должны царствовать над грехом. Откровение 1, 6. «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Аминь. Откровение 5, 10. «И соделавшему нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение 26, «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая, не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним тысячу лет». Псалом 50, 19. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Божия». Псалом 142 «Да направится молитва моя, как фимиа, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». О чем дело, значит, взятое в удел. Это название ролика, все. Дальше Откроем, сейчас я увижу, как время кончится. Эти вопросы, которые мне задавали, люди-то много уже знали, поэтому такие вопросы по писанию, по писанию и ответы получали. Вопрос 738. Второй том открытым окром. «Почему правила апостолов запрещают праздновать Святую Пасху вместе с иудеями? Католики перешли на новый стиль, и у них уже случалось так, что их Пасха совпадала с иудейской. И если мы перейдем на новый стиль, то Великая Суббота не будет совпадать со временем, когда сходит благодать ногой на гроб Господень». Ответ Этот большой вопрос не содержит в себе ничего того, что касается спасения. Все это надуманное. Ни о новом стиле, ни о благодатном огне, нет даже полслова на страницах Библии. Вот почему слово «чистый» резко отличается от слова «нечистый». Библия заканчивается тем, что будет тому, кто к чистому Слову Божию добавляет нечистоту измышлений. Мы должны заботиться об огне Духа Святого, который сошел на апостола в Пятидесятницу. Чтобы мы поменели любовью к Богу, и в душе у нас круглый год была Пасха Христова. А все остальное, забота о старом или новом стиле, есть попытка занять свое сознание, не занятое Словом Божиим. И придает этому такое значение, как будто бы все это установлено от самого Бога. Если этот огонь действительно благодатный и действительно от Бога Творца, то почему люди, которые прикасаются к нему вообще и никак не меняются в лучшую сторону? Когда смотришь на видеокассете и на снимках на весь этот ажиотаж, съехавшегося со всего мира паломников, то только воскликнешь вместе с Самсоном «Где ты, Господи, дай мне воды, или я умру в этой пустыне?» Как будто бы собираются в огромный цирк и ждут представления. Иудеи требуют чудес. Благодатный огонь. Да можно и так. На первом месте надо все время писать слово «церковь». Знать, какая папка. А ты ее не пишешь. Ну и посмотрите еще раз. Да, хорошо. Пишешь, если ты, тогда хорошо. Все время писать, узнать, в какую папку заложить. Давай. Вопрос 751, второй том открытым оком. Как определить, где истина? В православии, католицизме, перегоряно-армянской церкви, коптской или сирской? Потому что во всех сих есть священство, прокоположение, непрерывно восходящее к апостолам. Ответ. Этот вопрос меня всегда интересовал. Буду говорить лично о себе. Я пошел путем критического анализа, держа Библию как непререкаемый абсолютный авторитет. По любому вопросу нужно узнать, что об этом говорит Библия. Если в Библии ничего нет, считать этот вопрос второстепенным. А значит, не настаивать на принятии этого другими. Догматика, выработанная и принятая на вселенских соборах, была одна для всех. И этому нужно было покориться. А если они были чем-то несогласны и отделились от церкви, нужно постараться узнать их толкование этого вопроса. И искренне молить о том, чтобы сам Бог открыл. Как нужно понимать. По всем вопросам написаны книги. Не поленись почитать их. После своего обращения я тоже должен был разобраться, кто такие мормоны, адвентисты седьмого дня. И вижу, что в самом основании у них заложено видение, не соответствующее Библии. Далее я не стал и исследовать, хотя просмотрел все их книги и прочитал. Сложнее рассуждать о двух волях и двух естествах Божьих. Повторяю, что это лично мое мнение. Здесь на соборах вторглись в недосягаемое. И доводы были очень сильными с той и с другой стороны. Думаю, что не стоило никого отлучать. Так же и при иконоборчестве. Если бы здесь жили копты и григорианы армяне, и хотя я 40 лет несу слово Божие среди всех сектантам, но с ними бы на эту тему беседовать не стал. Считаю это опасным и безразличным. Но раз церковь признала их еретиками, то и молиться с ними нельзя. И это я должен выполнить. Считаю, что мнение умеренных иконоборцев, не отрицавших иконы, но добившихся лишь того, добивавшихся лишь того, чтобы они были подняты выше головы человеческой в храмах, мне более импонирует. Ибо вижу, в какую яму впали с иконами сегодня. Самое настоящее, неприкрытое дал поклонство. Сверепствует в православных храмах. Людям нужны не просто изображения, но чудодейственный фетиш. И поклоняются, как истовы... Что? Чудодейственный что? Фетиш. Фетиш? Я считал фетиш. Ну ладно. И поклоняются, как истовы идолопоклонники. Нет иконы, некому молиться. С нами присутствовала коренная икона или казанская икона Божией Матери. Ну все, да. О чем речь идет? Ну там Прокопскую, Сирскую церковь, Григоно-Армянскую. Так, пиши церковь. Еще один вопрос надо дать. Сейчас надо что написать. Напишу фетиш. Да. Или фетиш. Один вопрос я сейчас посмотрю. Последний вопрос. Большой он или небольшой? Так. Вот так. Проверим. Фетиш. Ну это вот это последний. Просчитаем. Опять в Word. Перевожу. Вставляю. Увеличиваю шрифт. И вперед. Давай. Вопрос 752. Второй том открытым оком. Подскажите, какую книгу можно почитать в виде диспута православного с баптистами, чтобы знать, как говорить с ними? Ответ. Я сам учился по миссионерскому журналу «Ревнитель» большого формата, около 1400 страниц. Подшивка. Законспектировал его не менее пяти раз и практически заучил. Позже начитал на пленке книгу Кальнева по размеру равную Новому Завету. Звучание на пленке около 25 часов. На основании этих книг была выпущена брошюрка от моего имени, на которой меня поставили как бы автором. Но это не так. Я всего лишь ученик. Хотя до многого доходил самостоятельно. И у меня есть прекрасные наработки из практической деятельности. Все это взятое в совокупности входит во второй том открытым оком. Необычность этого материала заключается в том, что большую часть вины за возникновение сект нам, православным, нужно брать на себя. Если бы православные священники учили народ истинному православию, его красоте в неповрежденном виде, чисто по слову Божию, то ради чего бы люди искали лучшего? Возникает секта из-за гордости человеческой и за непокровивству руководителей. Но главное все же в невежестве, непросвещенности. Если бы был страх Божий у веримских пап, то разве могла бы возникнуть у них мысль претендовать на главенство над Вселенской Церковью? Но отсюда и началось разделение. Фактическое размежевание Востока и Запада совершилось, и теперь брошены все силы на то, чтобы оправдать причину разделения, любыми путями доказать, что апостол Петр был главнее прочих апостолов. Безумная в нечеловеческой гордыне реформа Никона с претензией на то же самое Вселенское Патриаршество раздробила и Церковь, и русский народ. И так же, как у католиков, дьявол держит в крепкой узде нераскаянности апологетов этой реформы, приведшей к обмерщению и формированную Церковь. И вместо раскаяния не только за свои действия, но и за произведших это разделение, начинают подгонять к канонизации Никона. Это уже не ведение результатов реформы, но умышленное присыпание солью и грязью места разреза, чтобы никогда не сросся. И когда через 333 года, в октябре 2001 года, Синод РПЦЗ от имени всей Церкви принес покаяние перед старобрядцами, лжепатриоты стали из-за этого обвинять архиереев. Питательная среда для новых ересей станет действием лжепатриотов, отклонившихся от РПЦЗ, и ведущих к новым расколам под руководством новых варнав и варрав. «Если действительно мы хотим уменьшить и, может, даже прекратить рост ересей, мы должны обратиться за опытом к Василию Великовому. Этот гигант мысли, правовед, творец канонов, строгий беспощадный каратель бездравственности, умышленно ломал сам себя, смирял себя перед соборным решением своих собратьев. Будучи несогласен с их решением, он все же находил, что можно и некоторые канонические правила нарушать и принять находящиеся вне Церкви. Епископа, в случае вам сани, чтобы прийти к вожделенному единству». Час прошел-то уже, нет еще? Все. Так, о чем говорится здесь? Так. Церковь, диспут с бактистами. Все на этом. Сейчас я только скачаю и сразу...